Дома-2 На поляне образовалась новая пара, это Вика Комиссарова и новенький Антон Батраков. Ребята уже заселились в комнату, это самая молодая пара на проекте. В сети появились фотографии Леры Фрост до пластических операций. Многие считают, что девушка зря переделала себя, от этого она не стала красивее. Ольга Бузова снова собирается отправиться в город Грозный. Ее приглашает все тот же модный дом на презентацию новой коллекции. Она написала «Я уверена, что эти потрясающие платья не смогут оставить никого равнодушными, они изумляют своим великолепием». В околодомовских группах в соцсетях говорят о ссоре, которая произошла между Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. Именно как ссору расценили поклонники тот факт, что Бородина не пришла на день рождения Бузовой в ресторан и даже не поздравила ее в соцсетях. Ну а поссорились девушки из-за причастности Ксении к разводу Бузовой. Если верить сплетням, это именно Бородина познакомила футболиста с другой девушкой, которой Дмитрий и увлекся. А затем Ксения через третьих лиц донесла Бузовой на неверного супруга. Также в сети поговаривают о том, что нет смысла голосовать за какую-либо пару в конкурсе «Свадьба на миллион», потому что организаторы уже сделали свой выбор. «Свадебный миллион» отдадут Косте Иванову и Саше Гозиас. Именно эту пару все ведущие накваливают и всеми способами превозносят. В прошлом году точно так же тянули за уши Эллу Суханову и Игоря Трегубенко. И в итоге они победили в «Свадьбе на миллион». Также у многих сложилось впечатление, что на последнем этапе конкурса Костя уже знал все ответы или кто-то ему подсказывал. Такими разносторонними познаниями может обладать только очень начитанный и высокоэрудированный человек, на которого Костя не тянет. В сети появился пикантный снимок пятилетней давности. И поклонники теперь гадают, изображена ли на нем Саша Артемова или это какая-то другая девушка. Ходят слухи о возвращении на проект Коли Должанского вместе со своей девушкой. Саша Задойнов опубликовал в своем блоге фотографию. На ней он вешает на стену семейный портрет. Глеб Жемчугов, давно не видевший сына, наслаждается общением с ним. «Как же давно я ждал этот день, это мой лучший выходной», пишет Жемчугов. Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Вика Боня и ее гражданский муж Алекс Смерфит расстались. И на днях в средствах массовой информации появились фотографии Алекса, который целуется с другой девушкой. И буквально через несколько минут в своем блоге Вика решила внести ясность в ситуацию и призналась, что они действительно расстались еще полгода назад. «Наши отношения перетекли в дружеские, мы очень любим друг друга, но уже немного по-другому». Многие подумали, что Алекс бросил Вику, но она написала, что это не так. «Вы действительно считаете, что таких женщин, как я, бросают? Ни один мужчина меня еще ни разу не бросил». Алиана Устиненко победила в очередном конкурсе. Она стала лицом известного бренда и скоро летит в Грецию на съемки. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.